Здравствуйте, уважаемые моделисты! Вы на канале Воздушное Хобби. Сегодня в нашем обзоре передатчик TS58400. Это микропередатчик от Skyzone на 400 мВт. Похож, в общем, на 5823, практически идентичен, но есть небольшие отличия. Основное отличие у него вместо джампиков переключателей здесь кнопочка переключения, длинное нажатие переключения диапазона, короткое переключение каналов. Индикация здесь же маленькими LED, ну, два LED-дисплея для индикации частоты и канала. В остальном такой же небольшой вес. В комплекте у нас антенка обычная, диполь, и вот такой кабель для соединения. Этот разъём мы уже поставили, чтобы сейчас померить мощность. И сейчас мы замеряем мощность на данном передатчике. Данный передатчик у нас от Skyzone. Чем ещё примечателен? Он имеет частотную сетку R, так называемую RISE-BAND. Выпускаются данные передатчики в двух вариантах. Есть вариант с обычной сеткой AB-EF и сеткой AR-EF. То здесь тоже 32 канала, но вместо частотного диапазона B у нас идёт частотный диапазон R. Ещё его называют RISE-BAND. Здесь помечены входы. Питается от 7 до 24 вольт. Ревизия 1.0. И сейчас взвешиваем и переходим к испытанию мощности. Вес передатчика 7,1 грамма. Антенна 8,8. Ну, большинство использует всё-таки другие антенны, не такие для поля. Кабель 2,1 грамма. Ещё раз повторюсь, на кабеле с передатчиком свободные концы мы закрепили разъём, чтобы удобнее было мерить мощность. Мы буквально подождём прогрева секунд 20, потому что с данными передатчиками сложно объективно померить мощность, поскольку они очень сильно греются. И без какого-то дополнительного охлаждения. Замеры, в общем-то, не очень будут у нас корректные, но мы всё равно попробуем. Поскольку нет никаких радиаторов, всё-таки, даже если вы это используете на коптере, не даже, а если вы используете, надолго оставлять без принудительного охлаждения данные передатчики не стоят. Итак, вот здесь два диодика у нас показывают сетку и канал. И также помечены вот здесь каналы, то есть сейчас горит первый канал частотной сетки F. Сейчас мы длинным нажатием переключимся на сетку A, пробежим по каналам. Итак, сетка, первый канал, питаем мы сейчас отрез батареи. Триста тридцать девять. Второй. Триста шестьдесят пять. Четыреста шесть. Четыреста пятьдесят три. Четыреста восемьдесят шесть. Пятьсот сорок два. Шестьсот четыре. Шестьсот сорок девять. Следующая сетка R. Первый канал. Восемьсот пять. Шестьсот девяносто семь. Шестьсот четыре. Пятьсот двадцать три. Четыреста двадцать один. Триста пятьдесят два. Двести восемьдесят семь. Двести сорок четыре. Следующая частотная сетка E. Первый канал. Шестьсот семьдесят три. Семьсот двадцать три. Семьсот сорок девять. Семьсот семьдесят семь. Двести семьдесят восемь. Двести пятьдесят два. Двести тридцать семь. И двести пятнадцать. И последний канал F. Первый канал. Частотная сетка F. Первый канал. Пятьсот шестьдесят два. Пятьсот двадцать три. Четыреста шестьдесят девять. Четыреста двадцать один. Триста семьдесят восемь. Триста тридцать девять. Триста шесть. Двести семьдесят восемь. И сейчас уже вернёмся обратно на сетку A. Посмотрим, насколько у нас упала мощность. Передатчик сейчас такой, что за него тяжело держаться. Итак, в начале, когда передатчик ещё не был прогрет, триста тридцать девять было. Сейчас двести девяносто шесть. Повторюсь, сейчас передатчик очень горячий. Если вам нравятся наши видео, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и вопросы. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok